По итогам первого квартала депутатам внесем предложение для восстановления питания в полном объеме. Голодать школьников Ульяновского района заставили из-за нехватки средств в местном бюджете. Но уже в ближайшее время глава администрации обещал деньги все-таки найти. По словам министра образования, подобных ситуаций в области больше нет. Проблема на контроле у главы региона, как и еще одна, связанная с отоплением дома для сирот в селе Большое Нагаткино. В квартирах выпускников детдомов температура едва ли отличалась от уличной. Как оказалось, системы теплоснабжения неисправные и некачественные. В окнах трещины. В настоящее время тепло в помещение поступило. За ситуацией следят на региональном уровне. Обращений в адрес правительства поступает очень много в социальных сетях. Я думаю, что не нужно вам напоминать, что наша с вами прямая задача, как руководители органов власти, решать эти проблемные вопросы. Подписано гарантийное будет соглашение на этой неделе с застройщиком, что он будет производить полную замену всей системы отопления по истечении быстрее всего, наверное, отопительного сезона. Заботу о комфорте жителей области зимой ярче всего показывает дорожная ситуация. На минувшей снежной неделе единовременно работало 400 единиц техники. Расчищали как региональные, так и федеральные трассы. Бой осадкам дают и в областном центре. За ночь ульяновские дорожники вывезли рекордное количество снега. Более 300 самосвалов. За ситуациями на дорогах, особенно на трассах, круглосуточно следят дежурные группы. Понимаем, что выведя всю технику в течение дня, приводит это к транспортному коллапсу. Принято решение о том, что две трети всей техники работают днем. И 100% с дополнительными наемными единицами мы работаем уже в ночной период времени. Готовы работать круглосуточно. Главное, чтобы зарплаты не обидели. За прошлый год правительство региона с ульяновскими компаниями заключило порядка 1800 соглашений об улучшении материального положения сотрудников. В 2022-м работа продолжится. Мы должны выходить на двукратный темп рост заработной платы, двукратный темп инфляции. Мы говорим прежде всего об ориентировании 15-20% повышения уровня оплаты труда в 2022-м году. Повышают зарплаты компании за счет своего бюджета. Организации, в свою очередь, пообещало поддержать региональное правительство. На эти цели направят порядка 200 миллионов рублей уже в первом квартале этого года. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73.